У нас в гостях человек при жизни ставший легенды, народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чечена и Ингушетия, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Итак, Ольга Бузова. Да, 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 да! На секундочку, эта Ольга – одна из самых лучших Бузовых. Нередко ее умные фразы, афоризмы, жизненные замечания, советы, поговорки и прочее словоблудие попадали в фонд золотых цитат. Не хочешь? Иди, иди! Иди, если хочешь уйти, иди, понимаешь? Уходя, уходи. И ведь не поспоришь, а я уже представляю себе разговор с таким вот, который не хочет идти, но ему надо куда-то идти, потому что Бузова так сказала. Ты куда шел? Ты куда шел, блядь? Мужчина сказал, это не мужчина сделал. Ну, бред же! Зато лицо как будто людей от рака лечат. Я очень хорошая хозяйка. О, как! У меня всегда дома идеальный порядок, у меня все... У тебя есть домработница, которая... Конечно, конечно, у меня есть домработница, но... Какая разница? Это называется кринж внутривенно. Облученная соскучиться никому не даст. Ведь, как говорил классик, это генетическая хрень. Ты всегда была такой? Всегда. Я баран. И вот все в ней идеально. Все при ней. Богатая, красивая, умная песня поет. Еще и может под утки губами проехаться. Лично я нашел только один косяк. У меня крупные коленки. То есть, их невозможно сломать. Коленки и правда не из этого набора. Лишняя деталь, как говорится. Да и чтобы до гримерной дойти, каждый раз приходится вызывать на подмогу армянскую диаспору. Ну, а когда Купидон своей этиловой стрелой попадает в печень Ольги, тут вообще начинается самая настоящая борьба за равновесие с огромными коленками Бузовой. Кстати, подобный недуг, связанный с коленями, был также замечен и у ряда других известных личностей. Ребят, не мешайте пива с водкой. Ну, просто пиз... Вроде фамилия Пузова, а проблемы с ногами. Успех – это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. Иду на коленях, забыла добавить. А вообще, мне когда с Будона плохо, я примерно так же рассуждаю и ползаю на четвереньках по своей квартире. Начинаются, знаете ли, разные размышления о высоком, о жизни и смерти, о вреде алкоголя и о великом и могучем русском языке. Суслики и бобры обитают в тундре. Ну, а перед тем, как мы окунемся в микрофауну и разоблачим двойного агента с позывным «Голова-два уха», я предлагаю вам прямо сейчас поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, ведь как только мы наберем на этом канале 2000 новых подписчиков, я выкладываю следующее видео. Все в ваших руках, давайте подписывайтесь и полетели. Родилась Оля на третьем месяце беременности в шерстяной пеленке в Санкт-Петербурге 20 января 1986 года от Рождества Христова. Как сообщают тематические сайты во всемирной помойке интернет, пока нормальные дети учились ходить, Оля в три года уже умела читать и пыталась писать. Попытки продолжаются и по сей день. Да, давай, давайте обострем. Давайте, да. Все-таки, наверное, пыталась писать, а не писать. Но доверять каким-то там непонятным источникам из интернета дело неблагодарное, поэтому давайте послушаем непосредственно сам источник с этиловым бальзамом. В три года у меня уже был репетитор по английскому языку. То есть мои родители... Ой, шахматы, ой, я играла в шахматы! А оно ж так и бывает в жизни. В год заговорила, в два закончила школу, в три институт, в пять вышла замуж, в шесть родила детей, а в семь... Да тут уж все, умирать пора. После школы Оля поступает в универ и уже на втором курсе, понимая, что изучать больше нечего, уходит за новыми знаниями в другое учебное заведение. На первом месте у меня стоит это образование. Для меня главное это образование, которое я уделяю все свое время. Можно подумать, это кому-то интересно. Я вообще всегда думал, что на Дом-2 люди приходят спариваться, а не рассказывать про свое неоконченное высшее образование. Как сказал лысый свинирами из девятой роты... Здесь война! Здесь двойки не ставят! Здесь убивают! Кожаными пулями, прям в задницу. А вот, кстати, и эксклюзивное архивное видео о 20-летней давности с кастинга Бузовой на Дом-2. Добрый день, меня зовут Бузова, Ольга, фамилия начинается с буквы «Б» Игоревна. Мне 18 лет, я модель и танцую. Этим занимаюсь недавно и, если честно, никогда не собиралась делать карьеру на этом. Но когда меня пригласили в модельное агентство, и когда я им это сказала, они мне говорят, девушка, вы на себя в зеркало смотрели. До мужиков, которые в той самой сауне проводили кастинг якобы в модельное агентство, до сих пор откачивают от услышанного. Ходят слухи, что Оля по сей день думает, что она работала все это время не на Доме-2, а в модельном агентстве. Танцовщицей. Изучаю также языки. Знаю три на странах языка. Причем английский я учусь с трех лет. И у меня есть сертификат из британского консульства, что я владею языком в совершенстве. На данный момент я одна. Спустя 20 лет, как видим, мало что поменялось. Мне 35 лет, и я дура. Я совершенно по этому поводу не комплексую. И правильно, тут плакать надо. Потому что чем дольше ждешь, тем лучше у тебя будет. Ну если лучше это дало, то тут, как говорится... В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. Окончены. Тысяч молодая, у меня вся жизнь впереди. И поскольку я молодая, я хочу все попробовать. Оу май! И желаю всем хорошего окончания. Все в пределах разумного, конечно. Далее, на протяжении нескольких лет, Бузова активно участвовала в жизни телепроекта и всячески пыталась построить свою любовь. Среди ухажеров Оли был замечен такой ценный экспонат, как Николай Должанский, легендарный сомелье телепроекта «Дом-2». Да он бы из Меюсову купил, если бы ей кто-нибудь пасть держал бы. А от его эротических танцев вся женская спальня проекта только и успевала, что свои трусики сушить. Рейтинг Бузовой начал стремительно расти, и благодаря народной поддержке и тогдашней популярности реалити-шоу, простая барыня из народа идет на повышение. Из обыкновенной участницы Оля превращается в востребованную звезду всего этого балагана. Ну а дальше все как в сказке. Ольга принимает участие в различных проектах на телеканале ТНТ, выступает в Олимпийском, выпускает собственную книгу. А главный музей восковых фигур в Москве торжественно представляет народу самое настоящее чудо из воска. Ольгу Бузову и ее тогдашнего парня, который бросил свой шланг на ее грядку, Романа Третьякова. Фиоли на меня! С приходом народной популярности, помимо челяди, на постельную мастерицу начали заглядываться люди и из высшего общества. Так, депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов зашел в гости в сарай к Ольге Бузовой, как Петр Первый в Питер, вследствие чего в сети начали появляться их совместные фотографии в непринужденных позах. После такой дружбы и стертых коленок Бузова внезапно запела. Леша! Иди сюда! Когда Олечка будет петь? Петь? Вася, я хочу петь! Пора уже! Но и это еще не все. Время ходить по-большому. Пукать надо было раньше. По случайному стечению и обстоятельств, кто бы мог подумать, в это же самое время на телепроекте Дом-2, прям на бревне... Появляется третья ведущая. И это ведущая Ольга Бузова! Ура! Ну вот лично я считаю, что вот этот Дэвид Копперфильд из Госдумы тут ни при чем. Если девушка умная и талантливая, такая же, как наша Оля, она и без влиятельных связей всего добьется. Ну а если это кусок штукатурки с развитием бревна, которая думает только пилоткой, то тут хоть брат, хоть шулин, хоть свекор никто не поможет. Кстати, в 2014 году Алексей Митрофанов был вынужден спешно ориентироваться из Российской Федерации. Сознательный гражданин понял, что совершил огромную ошибку, заложив бомбу замедленного действия, которая, помимо того, чтобы взрываться, еще и поет. Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало... Услышав это, Митрофанов получил открытый перелом ушей, контузию и душевную травму. Неопытный продюсер спешно купил билет в один конец на полосатый рейс и улетел в закат. И все бы ничего, если бы не... Господин Коньяк... Голос... Это было так плохо, что аж хорошо. Сразу видно, профессионал своего дела. Со штопором на тайды голос приятный, такой нежный, ласкающий слух с нотками армянского пятилетней выдержки. В 2017 году у Олечки Певички выходит ее первый студийный альбом, который назывался «Под звуки перегара». Пластинка произвела самый настоящий фуурорт среди поклонников творчества Бузова. Это было настолько хорошо, насколько только тебе хватит. А уже чуть позже, в 2018 году, выходит альбом «Ломай меня». И в 2021 году альбом «Вот она я». Даже не спрашивайте, почему она – это я. Это творческий прием. Художник так видит. В общей сложности эти три альбома сумели собрать почти 25 миллионов прослушиваний. А это, на секундочку, 25 миллионов поломанных ушей и судеб. Как следствие, в сети интернет, желтая пресса, зожники, завистники, другие музыканты и прочие злопыхатели начали распространять ложь, пердеж и провокацию. Дескать, наша Оленька петь не умеет без фонограммы. И с ней тоже не умеет. Без бокала нет вокала. Мы подошли к этому мифу, да? К какому? Который тебе активно распространяет. Кто? А, Бузова пойдет под фонеру. А, ну я же говорю, это все сплетни. Человек, у которого крабовый берет за плечами. 20 лет выслуги на Доме-2 и в рюмочной. Год совместной жизни с Давой и хрен его там разбери, сколько провальных бизнес-проектов, включая пирамиду Бускоин. Не, ребят, тут все нормально. Я люблю куклю, звучит так несерьезно. У меня чистый голосочек. Все, что было между нами, это воздух. Я попадаю в ноту. Слабый звук, как будто ты, релик, мутазнавание. У меня есть такие, как ты, аллергия за фонты. СМС-призакры, ковнишь, сачка, сэнси, ты. Врача, врача, позовите врача. Не нашлось еще таких технологий, чтобы вылечить подобное. Им кажется, зрителям, да, неком, что это фанера. На самом деле, это просто... Красный трехсотлетний дуб. Ковнишь, сачка, сэнси, ты. Все кайфуют. Абсолютно. Получают удовольствие. Густо мажет. А нашим людям, да. Так это не люди, а так. Сандалии говорящие. Лишь бы найти, к чему докопаться. Ну, конечно, деньги заплатили, пришли. У нас же, знаешь, страна не такая богатая. А публика далеко не как в Париже. Ох уж эти наши крепостные не ценят творчество. То ли дело богатые парижане. Любое дерьмо схавают. Да им даже петь не обязательно. Деньги собрал, погодку обсудил, посидел, по соточке бахнул. И домой. Не то, что наши говнари. Сейчас по младену, мы извиняемся. Так что не судите и не судимы будете, уважаемые критики. Свинье доказывать, что она свинья, ну это бред. Наказывать свиней Бузова решила очень умным способом. Она просто начала запрещать им ходить на свои концерты. Как-то раз на одном из таких концертов Бузовой в Санкт-Петербурге фанаты настолько сильно хотели послушать ее величество, что аж большинство билетов не было раскуплено. И зал оказался наполовину пустым. Но Оля решила сыграть в домино для умственно отсталых и написала в своей инсте следующее. Мои хорошие, в связи с тем, что за несколько часов до концерта все билеты были проданы, по вашим просьбам я открыла дополнительные места в секторах. Эти билеты стоят тысячу рублей. Специально для вас. А-а, так просили, что аж не то, что садиться. Пёрнуть негде. Хотя, возможно, это они из-за давки на входе не смогли попасть внутрь зала. Такое событие все-таки. Бред сивой кобылы на закате солнца. Но иногда бог все-таки слышит молитвы молящихся, и подобные мероприятия все-таки отменяются. Как, например, концерт в Вологде, который был отменен из-за низкого потребительского спроса. Подобные инциденты сама Оля называет как статьи, проплаченные в телеграм-каналах. Интересно, кому нужны все эти вбросы про отмены концертов? Кому не живется спокойно? Ой, да кому это интересно? Тоже мне звезды Голливуда. Еще одна из претензий в адрес преподобной прозвучала из-за другой народной любимицы Насте Ивлеевой. Дескать, Олиный олень, ой, то есть подписчики, не настоящие, а накрученные. Бузовой даже в топ-10 нет. Вот тебе и ответ. То есть крутит? Ну, конечно. О как. Ну, доверять словам инфузории фуфельки дело неблагодарное. Да и вообще. За всю свою жизнь я ни разу не накрутила ни одного подписчика. Естественно, одну половину вот этих вот с рогами на голове Оля собрала благодаря Гивам, а вторую заманила при помощи вот таких хитроумных уловок. Влад А4 умер. Просто ужас. Сегодня с кумиром миллионов детей произошла трагедия. Вся информация тут. Бузова. После таких хитроумных приемов какие подписчики подпишутся? Правильно. Хитроумные. Аж целых 24 миллиона. Можно сказать, целая армия. После блокировки инсты на территории России, как только она не пыталась заманить их в свой телеграм-канал, сначала были слезы. Далее Оля начала просить о помощи, но процентное соотношение противилось. Поверила, что подписчикам интересно то, что у нее происходит, а не то, что происходит у Влада А4 после аварии. Далее начались попытки похитрее. Оля обещала подарить свой старый телевизор. Когда и это не помогло, в бой пошел он. Дава. Как итог, из 24 миллионов ненакрученных подписчиков в инстаграме, на Олин телеграм подписались 779 тысяч человек, а когда они не нашли там Даву, осталось и того меньше. 354 тысячи тех, кто, судя по всему, еще не до конца разобрался в телеграме и не смог найти кнопку выйти. Когда я зарегистрировал инстаграм, у Парис Хилтон было 2,2 миллиона. Сейчас я ее обгоняю, естественно. Но я обгоняю не только Парис Хилтон. А еще и себя. Оль, так ты бы это, надо было фотки Давы туда выкладывать, и то подписоты больше набежало бы посмотреть на кринж. Все, внимание на меня. И вот хотелось бы сказать, что ваше место теперь в хлеву в правом углу зоопарка, но нет. Это не про нашу героиню. Набрав качественную фан-базу на не менее качественных песнях, высокоинтеллектуальная Оля Бузова наконец-таки расправила крылья и прям со своего насеста принялась демонстрировать свое завышенное ЧСВ. Просто есть люди, у которых вообще ничего в жизни не происходит, а есть я. Люди, которые добиваются определенного результата и успеха, они все немножко того. И ты тоже. Я того, да. Я того, причем очень. Я просто самая популярная девушка в стране. Я первая девушка в этой стране. Я единственная из русских артистов, которая попала в топ в Ашторис. Я амбассадор Хэддл Шолдерс. Я лицо компании ОБИ. И я дура. Я? Я. Я. Я королева. Я, 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 я. Я люблю вас, маху, уважаю. Живет Оля не в квартире, а в самом настоящем храме имени великомученицы Бузовой Ольги Преподобной. Перед входом стоит алтарь для молитв с различными наградами за весомый вклад в общественную жизнь и поломанные уши. Ну а рядом с телевизором, который Оля до сих пор разыгрывает, красуются священные писания с ликом самой святой, да и ремонт неплохой в стиле лохт. Ольга Бузова суперстар. Да. Ох, какая красивая, господи. Всего я смог насчитать 27 картин с самой собой. Сразу видно, человек всю себя делу отдает и людям, вместо того, чтобы хоть чуть-чуть для себя любимой пожить. Но в любом случае есть еще куда расти. К сожалению, изнурительная работа 44 на 7 и ползание на коленях дали серьезные осложнения на когнитивные функции самой Оли. Я до сих пор не знаю, что такое там 100 миллионов долларов. Да, но тебе и не надо. Пусть домработница считает. Когнитивный диссонанс. Кто? На каком диссонансе? Конъюнктив? Это же глаза. Но в 35 как бы легче себя в тонусе держать, чем даже в 45. Ты знаешь, как расшифровывается КНД? Китайская народная демократическая республика. Не китайская. Так, на секундочку, с красным дипломом закончила. Мне так нравится об этом говорить. Я суява. Я поддерживаю. Красава. Такие специальные дипломы выдают в специально отведенных местах. В одном из таких мест, кстати говоря, на секундочку, лечился Даня Милохин. Я буду рад жить камнем, на самом деле. Помимо пустых концертных залов, покорительницу ноты октав принял на свой порог еще и театр МХАТ. Пузова была на сцене МХАТа. МХАТ. Если вам знакомо это слово. Если вам знакомо это слово. Не надо меня умными словами пугать. Мы тоже книжки читали. Различного рода критики, деятели искусства и прочие фокусники по достоинству оценили выступление Бузовой и ее первоклассное пение нижними губами. И вот почему. Лап за меня, твои лапзанья, не скажи мне, дороги и века. В принципе, неплохо, если не слушать. Эдуард Баяков, руководитель театра, объяснил этот антисанитарный перформанс следующим образом. Бузовой не нужно быть профессиональной театральной актрисой, чтобы сыграть певицу Кабаре. Перевожу на человеческий. Если бы Бузовой не существовала на этой планете, ее стоило бы придумать. А если придумать не получилось бы, то вместо Оли можно было бы поставить на сцену МХАТ любую стандартную говорящую тумбочку. Особой разницы зрители не почувствуют, ведь это Кабарбе. Помимо Бузовой и Табуретки, на эту роль рассматривалась еще и певица Валерия, жена Пригожина. Но, посовещавшись между собой, молодожены решили уступить место Оли, дать дорогу молодым и устроить для зрителей самую настоящую... Разницы между Валерией и Бузовой функциональной. Большой нет. После подобных изречений директор театра вместе с отрицательным повышением получил поседлу. Накануне поздно вечером стало известно об увольнении художественного руководителя Эдуарда Баякова. Оп! И нет его. Люблю вас очень. Также в список прокаженных, которым Бузова облегчила жизнь, помимо того депутаты из начала ролика директора театра и людей, которые слушают Олины песни, попали еще и те, которые любят легкие деньги. Мы из Гарри готовы? Всегда готовы. В 2017 году в честь себя Бузова основала бизнес по анализу потребительских данных, тесно связанный с криптовалютой и мамонтами под названием Бузар. В глобальном плане цель была одна – поставить людей в эластичную устойчивую позу и совершить грех. Приступим! Но по версии Ольги Пантелеевны, Бузар – это платформа, которая должна была объединить в себе мобильное приложение Буз-здоровье, кошелек – Буз-кошелек, а еще Буз-википедию, Буз-фильмы, Буз-песни, ну и расплачиваться за все это добро должны были, конечно, вы. Это круто! Внутренней валютой – Буз-коин, которую надо было покупать за уже настоящие не Буз-рубли. После услышанного восстания машины искусственного интеллекта пришлось отложить на неопределенный срок, а Мавроди в гробу крутанул тройную черепашку. Круче и не придумаешь, а вы как думали? Президент денег Ольга Бузова фуфла не толкает, здесь только умные и уникаловые схемы с Уолл-стрит. Просто взять уже известные сервисы и подставить к ним приставку Буз. И все. Можешь вкладываться, инвестор. Главное, не забывай верить в лучшее. Когда контора Рога и Копыта была еще в самом начале своего пути, Оленям пообещали еще и разработку мессенджера Буз-Ватсап, видеохостинга Буз-Ютуб, Буз-Хэтхантер и Буз-Циан. С Буз-Авито пока еще проблемы, там все на стадии разработки. Говнокомандующий по этим по программированию, воровствующих приложений и денег, что-то немножко зашелестел. Короче, пока только в перспективе, но дальше больше шире-глубже. После такой сногсшибательной презентации собачий депутат собрала консилиум по случаю старта проекта. Идет как на выборы. Давайте вспомним Эппл. Так. Фейсбук. Ииии. Гугл. Когда-то тоже эти проекты были просто стартап проектами, в которых никто не верил. Вспомнили, читая все эти названия по бумажке. Оль, ну ты бы себе в шпаргалке еще парочку компаний поменьше ради приличия написала бы, а то как-то неубедительно. У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Ну или на крайний случай взяла бы помощь зала. В которых никто не верил. Куча, куча, куча разных. Когда, не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь... Я забыл почему. Тексты пишите нормальные, пишите херню какую-то. Для большей убедительности был оглашен огромнейший список различных наград, которые получил этот молодой стартап. А на днях я получила международную награду от Никелодиума. Куда пин-код от карточки отправлять? Вкладываюсь на все. Это ж Никелодиума, не еб твою мать. Да эту награду вручал, наверное, сам Спанчбоб. Или этот, с головой в виде батона. По предварительным расчетам изначально финансовые аналитики планировали собрать с мамонтов 220 миллионов долларов. Однако бизнес-план был настолько идеален и продуман, что Бузову удалось соскрести со своих фанатов аж целых 20 миллионов рублей. И это много, учитывая, что бускойны оказались бракованными. Чем делать эти бускойны, которые потом люди будут говорить, что ты кидаешь? Я никого не кинула, ни одного человека. Так не кинуло, что бедные предприниматели не знают, куда теперь тратить заработанные на бускойнах дивиденды. Ведь на сегодняшний день стоимость одного бускойна варьируется в районе 0,001 рубля. Так быстро дойти с 6 рублей до 0,001? Ну тут я не знаю. Олька, конечно, молодец. Всем хорошо сделала. Приумножила, так приумножила ваше вложение. На ноль, ёпта. Бля! Хотя с другой стороны, гарантии это для неудачников и слабаков. Она же даёт возможностей. Или, быть может, Оля просто не за те рычаги дёргала. И не на те кнопки нажимала. Бузова просто работает на опережение с оглядкой в будущее. Да волк с Уолл-стрит по сравнению с ней холодными звонками занимается. Оп! Вот я, я, я. Ты знаешь, какие сейчас котировки? Часто этим занимаются другие люди. А что? Удобно. Походу, это те же люди, которые занимаются организацией её концертов. Тех концертов, на которые просто так не попасть. Потому что их периодически отменяют из-за слишком высокого спроса на билеты. Бумага в мире кончается. Не из чего билеты печатать. А, не то, о чём вы там подумали. Да и локомотив, который должен был тащить весь этот проект и монету, мягко говоря, не тот. Да они даже конференцию и IPO проводили на фоне стяжек. Спасибо ещё за... Ладно, это ходячая энциклопедия. Но ты-то куда вписался, братан? Ты вообще что там забыл? Стартап будущего они собрались запускать. На фоне стяжек. Ну, придурки, нет? Пару лет пролетели очень быстро, примерно как депутат по встречке. И в 2019 году состоялась попытка реанимировать труп, а именно решение о перезапуске проекта. Не, ну а чё? Вдруг ещё какой-нибудь олень залетит? Неугасаемый интерес сообщества к Бускоин подтверждает, что проект должен развиваться и что у монеты высокий потенциал для роста. Предлагаем и вам стать частью проекта с более чем трёхлетней историей. Судя по графику, история там и правда моё почтение. История примерно такая же, как у презерватива за 30 рублей. Как итог, монета решила потенциалом не пользоваться и пробив двойное дно, спокойно умерла со стыда. Но потомственная бизнесменка на этом не остановилась. Попытки поднять бабла привели её к открытию таких юридических лиц, как Бусфуд, ООО Фэшн, Бижурум, Бузвино, Бузпиво, Бузводка, Бузвиски и Бузконьяк. Коньяк! Рассмотрим некоторые из них. Вот, например, ООО Фэшн, компания, которая была зарегистрирована в 2012 году. А? Ну, фэшн. Чувствуете профессионализм человека, который все эти названия придумывал? Да. Пизда. Да. Половина этой компании принадлежала бывшему мужу Оли Бузовой, футболисту Тарасову. Могу сделать только вот так. На этот раз хоть не она одна будет виновата, ведь перед тем, как и этот бизнес схлопнулся, молодожены понесли убытки в размере почти двух миллионов рублей. Ну, во время брака мне говорили, что у меня маленькая грудь. Муж говорил? Да. Вот было бы классно, если бы ты сделала сиськи. Правда? Нет, конечно. Расскажи. То есть я шесть лет терпел маленькую грудь, можно сказать, что ли что? Еще больше отрицательной прибыли было получено от компании Бижурум. Бизнес был связан с украшениями и цыганями, а для совсем отбитых из регионов выдавался кэшбэк в виде франшизы. Только вот покупка франшизы у Бузовой, это, как мы с вами помним, высокорискованные инвестиции. Тут либо ничего, либо ничего. В итоге нашлись пару человек, которые попробовали. А, вот с этого момента попали. Но судьбу обмануть не удалось. И бизнес в очередной раз решил закончить унизительное издевательство, закрывшись с убытком в размере 4,5 миллионов рублей. Крах империи добрался и до книг Ольги Бузовой. Если стартовали котировки за одну штуку с 1000 рублей, то вот закончили барахтаться на отметке в 9 рублей 90 копеек. Все, к чему прикасается к Бузовой, становится золотом. Коричневого цвета. Ну и что здесь стоит сказать? Гойда! Прикинув хер к носу в прямом и переносном смысле, Оля решила больше не ходить по полю с граблями. И дабы не наступать на эти самые грабли, сразу взяла и смиренно примотала себе на лоб граблю в виде ресторана. Бузфуд. Цветной бульвар. Дом 2. Я уверена, что бизнес, конечно, будет прибыльный, потому что здесь все, каждый миллиметр сделан здесь с любовью. Но и тут все далеко не идеально. Полицейский из Рублевки Ксюши Тсобчак, придя с проверкой в этот самый ресторан, быстро расставила все точки над «и». Нету теплового тамбура на входе. Кухня должна быть отделена противопожарными перегородками. Следы грязи мы видим. Посмотрите, дорогие. А счет. Матерые бизнесмены просто в Роспотребнадзор и в Росбузнадзор успели занести, а про майора Собчак забыли. Просто Оля думала, наверное, что, ну, по старой дружбе проканает и так. Ну, все-таки на одном бревне сидели, но не проканало, а потом еще пришлось оправдываться перед бизнес-партнерами. Это мой мусор. Это не твой мусор. Раньше этого мусора не было. Это мой мусор. Это мой мусор. Хвалебные отзывы также не заставили себя долго ждать. Культ Бузовый. Грязнейшие туалеты, в которых нет бумаги. Быдловатый бармен Александр, который заверит вас, что все ровно и четко. В натуре козлы попутали. Быстро пайку схавали и нарисовали ветер отсюда, чтоб столы не задерживали. Очко им, видите ли, не понравилось. Бумагу, видите ли, им подавай. Дома надо этими делами заниматься, а не на зоне. Там у них еще на втором этаже караоке классная. Я там пару раз был. Ситуация с клиентами оказалась чем-то похожей на ситуацию с билетами на концерты. Что там, перекати поле, что тут. Единственный стол, который здесь ест. Вот вроде как много народу, но почему мы понимаем, что это массовка? Вон, ничего не едят, не пьют. Ну зачем же так сразу? Ну, может, просто посетители именно в этот день пришли именно в этот ресторан, чтобы просто посидеть в ноутбуках и телефонах, а официант просто постоять и посмотреть в окошко. Погодка-то какая. Птички поют, солнышко светит. Мы провели расследование, и здесь находился у нас человек. Здесь нету людей, он сидел в абсолютном одиночестве. Во сколько? Да, действительно. Во сколько? В 22. Ну, как закрыть себе ресторан. Да, окей. Ну что же вы так, товарищ майор, с плохой доказательной базой пришли на работу. Если ты берешь фискальный чек, ты можешь увидеть, сколько людей до тебя было в этом ресторане. Он был здесь 39-м человеком. Это пипец. 39 человек за день в ресторане в центре Москвы это не пипец. Это, насколько мне кажется, это, это, это анаконда. Как итог, по закону жанра скотомогильник, где наливают и наваливают, также принес Оле отрицательную прибыль в размере 19 миллионов рублей. Также хозяин Бузовой Арама Нанян решил подсуетиться и зарегистрировать следующие товарные знаки, как мы с вами помним, Бузбир, Бузводка, Бузвайн и Бузвиски. Была попытка зарегистрировать еще и Бузконьяк, но Роспатент отказал Бузовой в регистрации, а потом еще и Бузпива забраковали. Но ничего, трезвее будет. В любом случае, несмотря на запреты, этиловая марафонщица продолжила отсвечивать на камеру в состоянии нестояния. Сегодня понедельник, а значит вы смотрите Дом 2, Новая Лиса. Давайте поаплодируем. Можно запретить Оле регистрировать коньяк, но вот запрещать употреблять спиртовой бальзам, который нежно льется по душе, никогда. Вам может водочки принести, девочки, посидите. У меня лучше коньячка. У коньячка? Для Бузовой нажраться это не просто купить чекушку и запить ее светлым нефильтрованным. Для Бузовой это целая философия. Но это только по праздникам. Как и все нормальные люди. Так-то она вообще не пьет. Вы вздеваетесь? Я не пью, мне нельзя. Так, а кому можно-то? Мне вот тоже нельзя. Я поэтому с горя и бухаю. На одном из представлений для больных душой всадницу апокалипсиса решили подвесить к потолку на специальных тросах. И перед таким сложным цирковым трюком российская леди Мгага хряпнула пару капель для смелости. Ну, и тут сам Бог велел вместо песни забацать жирнючий новогодний тост. Я ничего не боюсь. Живите здесь сейчас. Какой я? Живите там. На одном из подобных мероприятий Оля и вовсе превысила допустимую дозировку этанола и после диких плясок в стиле Барама Бэба грузанула публику мюнхенской речью. Мне интересно просто вот четыре из-за я не могу я хочу петь на вас. Хочу, но не могу. Зубы мягкие. Звезда Дома 2 с трудом выговаривала некоторые слова. Ты знаешь, я я думаю. А потом, судя по всему, решила найти соупотребителей, которые поддержат ее стакан и ее саму в трудную минуту после концерта. Девчонечки мои! И все бы ничего, если бы не то, что... На мои концерты очень часто приходят родители с детьми. У Оли с детьми просто особенные взаимоотношения. Игристые и полусладкие. Считаю, что к 30-й минуте ролика у вас уже не должно остаться никаких сомнений, что Оля самый что ни на есть настоящий народный артист из народа. У нее же даже мечты простые и народные. Пока другие корыстные деятели искусства мечтают о деньгах и славе, Оля мечтает о простых и приземленных вещах. Вот, например, одна из таких мечт увидеть крышу голубого цвета. Это мои мечтации. Жизнь, я мечтала простить все мои эмоции. Блин, голубая крыша. Наш дар. Столько любит она в фотографиях. Я когда увидела такую голубую крышу у меня просто... Просто, пожалуйста, не показывайте ей вот это и вот это и вот это и ни в коем случае не рассказывайте ей про бар голубая устрица и не наливайте ей больше. Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет, Оля? Оля, не ведись на провокацию. Коньяк? Вам показать мой фигур? Вызевайтесь, я не пью, мне нельзя. По утрам, а перед сном и выступлением даже нужно. Ты, господи, я принесла операцию сложнейшую. Которая оказалась срочной операцией ради пиара. У Оли появился какой-то дискомфорт в носу, вот она и решила сразу двух зайцев убить. Хайпануть и избавиться от инородных тел в носу. Спасибо, Ольга. Нет, не перестали. Но у Оли тоже, между прочим, отверстие выходного дня стальное. Она может за себя постоять. Дмитрий Губерниев. И тут началась проверка хваленых умственных способностей, которые Оля тренировала с трех лет. Вам какая школа футбола ближе? То, что сейчас требует черчесов? Или все-таки знаменитая советская тренера Эйфроса? Какой футбол вам ближе? В итоге Бузова, перепутав изображение на экране с реальностью, направилась в сторону монитора, дабы нанести упреждающий удар наглому подхалиму и всезнайке. Просто Оля уже пошла ближе к монитору. Протискалась экран. Да человек под шофея не такое может исполнить. Зря смеетесь. Скажите спасибо, что она вам не оформила там свою фирменную песню Барама Беба. Стояли бы потом с кирпичами в штанах. Оля Бузова самая искренняя и честная девушка и она никогда не обманывает своих карликов. Я никогда никого не обманываю. Не обманывает примерно так же как и здесь. У меня чистый голосочек. Ольга Бузова отдыхая в Таиланде поздравила православных христиан с крещением. Ольга Бузова поздравила подписчиков с Рождеством. В сети набросились на Бузову из-за поздравления с Пасхой. Я православная. Наш долг верить в Бога и болеть за за магов, колдунов и различного рода отребья. Мои хорошие, всем привет. Я хочу познакомить вас с гаданием Мария Рэй. Прекрасный таролог ведет как личный прием, так и дистанционный. По России, ОАЭ и Украине спасибо за то, что всегда готова помочь. Аминь. На эту мошенницу даже есть разоблачение в Союзе магов России. Все эти ваши знахари, ваши корешки и травки, это ваша... Вся эта хрень собачья! Что ж такого надо было натворить, чтобы тебя свои же начали гасить, наводить на тебя порчу, изгонять из тебя дьявола и разоблачать. Я не могу обманывать своих людей и свою аудиторию. Надежный как швейцарские часыплан был сломан проклятыми капиталистами. Как-то давно в сети распространился скандал, связанный с волшебной бодягой, которая должна была избавить кожу от прыщей. Этакая ноу-хау в мире косметики. Но волшебную водичку обоссали рыбы, и после нанесения на кожу данного состава... У меня начались гноняковые воспаления. Гной вытекало такое ощущение, будто, я не знаю, там, его просто литры. Пострадавших сотни. Все они поверили рекламе в инстаграме. И знаете, кто эту рекламу делал? Делюсь я с вами очень крупным средством от прыщиков, которое не раз меня спасало накануне важных съемок или клипов. Это акне-ремовер. Очень удобная упаковка, и действие ощущается сразу же. Ладно бы это средство делали на основе спирта. Тут бы я еще мог понять, хоть какой-то толк. А так, ну не знаю, сомнительно. Налицо явная зубодробительная долбежка подписчиков во все известные и неизвестные отверстия за неплохой гонорар. Мои хорошие. Ой, привет, любимые. Вы уже знаете, что я много общаюсь с криптоинвесторами. Язык, правда, этого общения какой-то уж слишком убыточный. Вот, например, вчера... Кого? ...то на биржу вышла новая криптомонета. Опять? Кэшбери Коин. Ну теперь-то точно стоит покупать. Кэшбери. Крупная российская финансовая пирамида, вкладчики которой потеряли 3 миллиарда рублей. К рекламе привлечены знаменитости и популярные блогеры. Они-то отбили свои деньги счастливые, да? Тут просто хотя бы... Хотя бы вернуть свою какую-то часть денег. У меня полный восторг. Миллионеры с нуля. Будущее за криптовалютой. Грозят ли телеведущие и певицы Ольги Бузовой 6 лет колонии за мошенничество? И вот в чем дело. Решила Оля как-то раз провести розыгрыш автомобиля. Я желаю всем удачи. Машина классная, я ее видела. После окончания розыгрыша началось окончание налицо. От блогеров-спонсоров рогатые заявили, что Бузова якобы их обманула. Ну то есть кинула их на 12 миллионов рублей. Спонсором королева песен и бутылки пообещала приток новых подписчиков в размере 100 тысяч душ. Но она не учла, что ее накрученным ботам это, мягко говоря, неинтересно. Начались судебные разбирательства, в ходе которых оказалось, что это сама Оля на самом деле жертва, которая ни в чем не виновата. И боты ее тоже не виноваты. Это все вот эти вот блогеры-чернушники. Собирали конкретно деньги на СМИ, что по статье выходили опорочище чести меня. Отпорочить отпороченное, это, конечно, сильно. Там-то уже и отпорачивать нечего. Живого места нет, как говорится. Ну, а у меня на этом все. Как и договаривались, набираем 2000 новых подписчиков на этом канале, и я выкладываю вам следующее видео. Мое самое главное достоинство, что я чистая, светлая, искренняя девочка. Продолжение следует...